Итак, Катя и Макс, я вас спрашиваю последний раз, вы точно с нами не поедете? Мам, да не я так точно не поеду, я же уже сказал! Мам, я тоже точно не поеду! И не передумаю, честно-честно! Ну, смотрите мне, чтоб не как в прошлый раз, если вы увидите в сторис, что мы с тетей Леной и детьми в парке аттракционов, нам не звонить, чтоб мы срочно приехали и забрали вас! Мам, да не будем мы звонить, хоть в парке, хоть в аквапарке, хоть на Марсе, хоть если на Марсе, то меня возьмите! Ладно, договорились, хорошо! Тогда, Катя и Макс, вам нужно помыть посуду, постирать белье, протереть пыль, выхлопать ковры... Мам, мам, помедленнее, я записываю, чтобы ничего не забыть! Приготовить что-то покушать, убрать кошачий лоток... Так, постирать, помыть полы, убрать кошачий лоток, приготовить что-то покушать... О, кажется, я знаю, во что я поиграю, стенд оф 2, энтер! Макс, а я что-то не поняла, а как же список? Кать, Кать, какой список? Ну как какой, который мама нам дала! Что нужно сделать, если мы с ними не поедем? Давай распределять обязанности, чтобы все быстренько сделать, и потом было свободное время! Хе-хе, Кать, так ты записывала, ты и делай, я-то здесь причем! Тем более ты за старшую, и спрос у тебя будет, а я как-нибудь поиграю тут! Это еще с чего бы это? Я маме все расскажу, и в следующий раз тебе придется поехать с ними, потому что ты ничего не сделал! Ладно, пойду что-нибудь поделаю, и маме позвоню, все про тебя расскажу, и про себя, что я все дела переделала, и могу наконец отдохнуть! Кать, стой, стой, не звони, ну не звони, ну ладно, ладно, давай я ковры выхлопаю! Ага, хитренький, знаю я, как ты хлопаешь, как на месте лежали, так и лежат! Ой, да ладно тебе, по ним все равно незаметно, пыльные они или нет! Иди-ка лучше кошачий лоток прибери, а я пойду посуду пока помою, а дальше посмотрим, кто что будет делать! Кошачий лоток? Нет, Катя, я не выдержу, меня стошнит! Ладно, я уберу кошачий лоток, а с тебя тогда мытье унитаза! Катя, да нет, да там весь унитаз в этом... Так он в этом весь, потому что ты последний ходил и не смыл, иди давай прибирай за собой! Все я смыл, почему мне все самое противное, а тебе самое простое? Потому что я хотя бы что-то предлагаю, а ты сидишь и играешь, ну давай как-нибудь по-честному распределим весь список, чтобы было никому не обидно! Ну ладно, и другое дело, давай камень-ножницы-бумага! Вот, смотри, что у меня есть, сейчас и выясним, кто что делать будет! Ладно, уговорил, только я первое нажимаю! Давай, камень-ножницы-бумага, раз-два-три! У меня камень! Хоть бы бумага, хоть бы бумага! Камень-ножницы-бумага, раз-два-три! Есть! Ааа, так нечестно, давай до трех раз! Ну вот так всегда, если б ты выиграла, было бы все честно! А если я выиграл, значит нечестно! Ладно, хочешь до трех раз, да хочешь до трех раз, давай! Камень-ножницы-бумага, раз-два-три! Хм, камень, давай ты! Камень-ножницы-бумага, раз-два-три! Да ну вот, у меня тоже камень. Давай третий решающий. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы. Ну, если сейчас камень, то у нас будет один-один. Раз, два, три. Ха-ха, сломал я твои ножницы, Катя. Ну что, один-один, еще играем или как? Нет, Макс, надоело, это слишком долго. Мы целый день можем проиграть в эти камень, ножницы, бумага. Давай по-другому как-то распределим. Все-то тебе не нравится. Давай кубик тогда бросать. У кого число больше, тот и распределяет. Кубик, говоришь? Ну, давай. Ну, кидай. Один. Кать, ну все, без шансов. Распределять обязанности буду точно я. Ха-ха-ха, ты кинь сначала. Да ну не может быть, тоже один. Ну что, переигрываем? Опять? Как с камень, ножницы, бумага, будем еще полдня кубик кидать. Макс, все, давай распределим так и пойдем уже делать. Чем быстрее сделаем, тем быстрее освободимся. Надоело уже. Да нет, Кать, так неинтересно. Надо как-то, чтобы по-честному, спонтанно. Кажется, я придумал. Я тут какой-то видосик видел. Там вообще по-честному было. Так, сейчас я все приготовлю, а ты иди на кухню пока. Ага, опять какой-то обман. Абсолютно все прозрачно и честно, я тебе говорю. Ну и что ты тут придумал, Макс? Что это за коробки такие? Очень интересные коробочки. Короче, Кать, слушай правила. В одну из коробок будет положено какое-то задание, а во вторую коробку что-то приятненькое. То есть выберет кто-то работу, а второй будет в это время отдыхать. Хм, а мне кажется, ты будешь знать, где будет лежать то, что надо отдыхать. А то, что надо работать, всегда буду выбирать я. Как это будет происходить? Да нет, Кать, будет все по-честному. Если хочешь, давай ты будешь сюда все класть. А я буду стоять с закрытыми глазами вон там. Коробки перемешаешь, и то, что я выберу, то и попадется. А второе тогда тебе. Ну так вообще по-честному будет. Хм, ну ладно, только не подсматривай. В одну коробку тогда мы положим стиральный порошок, а во вторую расслабляющую маску для лица. Сейчас посмотрим, что выберет Макс. Закрываем, чтобы ничего не было видно. Макс, все готово, иди выбирай коробку. Так-так-так-так-так-так. Ну коробочки не подведите, это или это. Слушайте, ребят, подскажите мне, пожалуйста, а? Где там отдыхать? В этой или вот в этой? В какой? Выберу вот эту. Ну что, ребят, я угадал? Угадал, да? Сейчас посмотрим, что там мне попалось. Стиральный порошок? Кать, Кать, а тебе что попалось? Кать, ты чего там делаешь? Ай, как что, Макс? Я отдыхаю и получаю удовольствие. Ммм, маска такая холодненькая, с эффектом алоэ. Здорово, ты давай иди постирай пока, я полежу отдохну. Ну, 20 минут нужно маску на лице держать, как раз успеешь все постирать. Да, да это вообще, да это вообще не честно. Маску она себе положила, ага, а если б мне маска выпала, мне что ли в этой маске лежать? Ладно, я пошел стирать, на следующий раз я буду в коробку ложить. Класть, Макс, класть. Вообще без разницы, я и все. Напачкаю тут вечно всего, а Максу стирай. Ой, порошок еще нужно в барабан залить. Ну, давай-давай побольше, чтобы отстиралось все. Ну, давай стирай быстрее. Нужно очень быстро постирать, чтобы Катя там сильно долго с маской своей не вылежала, не расслаблялась. Сейчас я ей в коробку такого положу, такого положу, будет знать. СПА-процедуры закончены, ясно, я все загрузил, все стирается. Так, иди отворачивайся, я теперь в коробку буду ложить. Класть, Макс, класть. Ты что, слова русского языка ходячие, что ли? Так, что бы мне такое положить? Или покласть, как там? Так, сюда положим лак для ногтей. А в эту коробку тряпка для пыли. И это, ребят, запомните, если Катя будет спрашивать, в какой коробке что, вы ей говорите, выбирай с вопросительным знаком. А не вот эту, ладно? Так, подождите, а зачем я положу туда лак для ногтей? Если она выберет вытирать пыль, значит ногти я, что ли, красить буду? Подождите, стоп, 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 нет, 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 в эту коробку я положу гель для душа и мочалку. Пока Катя будет вытирать пыль, я буду лежать в ванной. Ну что там, можно уже выбирать, а? Да-да, Катя, все готово, иди выбирай коробку. Так, эники, беники, ели вареники, эники, беники, бумс, ага. О, ты выбрала коробку с вопросительным знаком, давай открывай что-то. Нет, Макс, подожди, эта коробка вышла, я выбираю вот эту коробку. Да, Катя, нет, ты по считалочке посчитала и выбрала эту коробку. Макс, давай я буду решать, какую коробку выбирать, я выбираю вот эту. Ммм, гель для душа и мочалочка. Максим, аривидорчи, я в ванну. У меня прям какой-то спадень получается. А у тебя-то что там в коробке, покажи хоть, наверное, кошачий лоток. Ну уж нет, я постараюсь, чтобы кошачий лоток тебе достался, а я пока пыль протру. Ты там давай, не разлеживайся, я быстро. Как же здорово Макс придумал с этими коробками, мне пока везет. Отлично, сам придумал и сам учусь теперь. Как же сделать так, чтобы она правильные коробки-то выбирала, а? Никак ведь не придумаешь. Вот надо было что-то другое, все-таки в камень-ножницу-бумагу доиграть. Мне в нее везет, я бы выиграл, сейчас ничего не делал. Тук-тук-тук, Эй, ты там не утопилась, я уже все вытер, давай вылезай. Утопилась, не утопилась, выхожу уже. Так, ну что, моя очередь, значит, коробку что-то складывать. Что она куда положит, а? Ребят, ну подскажите, ну честно-то, я полдня уже прибираюсь, а она вон спадень себе устроила, ага. Не подсматриваем, не подсматриваем, а то пойдешь только в комнату стоять. Надо что-то такое положить, чтобы мне точно ничего не прибирать. Ага, в эту коробку положу МНДМС тогда. Ну а что, мы уже полдня тут, точнее Макс прибирается. А я уже тоже проголодалась. А во вторую коробку тогда положу лак для ногтей. Для полного спа мне еще маникюра не хватает. Так, ну наконец-то. Так, как ты там считала? Эники-пеники ели вареники, эники-пеники бумс. Ха-ха, это вышла коробочка. Поступим так же, как и ты. А это, значит, моя. Макс, ну нет, ну выбери другую коробку, ну пожалуйста. Ага, сейчас, значит тут точно отдых, а там работа. Ха-ха, так, открываем. Ну как хочешь, я предлагала. Ну что, краситься здесь давай. Лак для ногтей, серьезно, Кать? А что во второй тогда коробке? Я очень надеюсь, что там кошачий лоток, который ты пойдешь прибирать. Тогда, может, я и ногти закрашу. А вот и не угадал. Здесь у меня упаковочка вкусного МНДМСа. Я не понял, а где работа-то, которую надо работать? Ты будешь сидеть есть МНДМС, а я буду ногти красить. А работать-то будет. Кать, ты ж тут не то положила, давай переигрывать. Макс, ну подкрепиться-то тоже надо. Я думаю, если бы тебе МНДМС попался, ты бы был рад. А я бы радостные ногти накрасила. Ладно, давай тогда поменяемся. Ты же хочешь делать тебе маникюр, а я хочу МНДМС. Хм, ну можно, конечно, поменяться. Но только если мы меняемся здесь один раз, тогда мы потом меняемся, когда я захочу один раз. Вот хитренькая-то. Ладно, иди забирай свой лак, давай мне МНДМС. Ну вот, лак подсох. Лишь бы мне теперь мытье посуды не попалось, а то маникюр мой весь на смарку будет. Так-так-так, кажется, я сейчас ее обману. Она всегда выбирает своими ЭНИКами и БЕНИКами. А я коробки поменял. Так что теперь она должна будет выбрать вот эту. А туда я кое-что положил. Макс, все, я готова. И я готов. Так, давай, на золотом крыльце сидели. На каком еще крыльце? А где ЭНИКи-БЕНИКи? Съели вареники? Ну не перебивай, да, съели и спать легли. На золотом крыльце сидели. Скруч МакДак и Том и Джерри. Ой. Ну вот, биваешь. На золотом крыльце сидели. Микки Маус, Том и Джерри. Скруч МакДак и три утенка. Выходи, ты будешь понка. Хм, ну ладно, выберу эту коробку. Фух, ну наконец-то, наконец-то. Кать, я пошел пить колу и поиграю немножко. А ты почистишь картошки и свистни, ладно? Да ну нет, Макс, ну я только накрасила ногти. Ну какая картошка? Ее же мыть надо, чистить. Ну, Кать, а я что сделаю? Ты сама это выбрала. Так, ладно, я пошел. Не забудь еще ее сварить. Мам сказала, кушать приготовить. Ну, Макс, ну ладно. Спасибо тебе за картошку. Сейчас я тебе кое-что положу в эту коробку. Макс, выключай ноутбук. Иди коробку выбирать. Ха-ха, так-так-так-так-так-так-так, становится все интереснее. Я, пожалуй, выберу... Что я ей подложил? В эту коробку вроде? А я тогда выберу вот эту. Так, Кать, это что это тут? Тут и совок, ей еще и похлопать надо. Мы договаривались по одному делу. Ты вообще не выбрал. Не ту коробку-то выбрал. Это я хотела подмести и похлопать ковры. А не вот это вот, что в той коробке. Что там, еще что-то страшнее, что ли? Ха-ха, кошачий лоток. Ура, он достался не мне. Я пойду все подмету и все похлопаю. Катя, удачи тебе прищепку. Ну, если есть противогаз, то лучше его возьми. Кать, ну ты там как, справилась, ничего, не задохнулась? Я уже все похлопал и все подмел. Пойдем дальше коробки убирать. Фу, да, лоток сияет чистотой. Пойдем, я сейчас тебе такой в коробку положу. Так-так-так, а чем это мы тут заняты, а? Хм, какие-то коробочки. Играем опять, да? Челлендж устроили. Ну, попросила же я вас, но... Ой, мам, вы уже вернулись? А мы вообще-то все сделали. Кушать приготовили, посуду помыли, кошачий лоток прибрали, подмели и все выхлопали, пыль протерли. Ну нет, ну так не честно, Кать, ну давай еще поиграем. Я только успел колы попить и МНД съесть, а у тебя вон целый спадень был. Мам, мы просто в эти коробочки задания себе ложили. Кому прибирать, а кому отдыхать. Вот так все и сделали. Ой, и правда. Ха, чистой картошечкой пахнет. Пойду еще ковры проверю и пыль посмотрю. Если все сделали, молодцы. Я вам тогда в эти коробочки что-то вкусненького положу. Спасибо, мам. А давай кому-то вкусное, а кому-то невкусное, а? Ладно, я вам тогда сладости выдам, а вы уж сами решайте, что кому и куда складывать. Окей, ну что, Кать, челлендж продолжается, но немножко меняется. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дриналка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Ну, ну положил ты там уже, можно выбирать-то, а? Кать, Кать, подожди еще секундочку, сейчас выберу в какую коробку, чтобы положить, и тебя свистну.